Здравствуйте! На канале Десна ТВ Новости с вами в студии Виталий Волков. Средний размер пенсии в 2019 году увеличится до 15 400 рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью газете «Известия». По его словам, прибавка к пенсии неработающего пенсионера составит в среднем 1 000 рублей в месяц, или 12 000 в год. А к концу 2018 года средний размер выплат составит 14 414 рублей. Ну а пока мы ждем прибавки к пенсии, узнаем, что произошло в нашем городе. Итак, основные темы выпуска. Полицейские почтили память расстрелянных во время войны и смолян. Концерт «День памяти. День скорби». Соревнования по рубке шашкой. Прощай, школа. Выпускники города отправляются в большое плавание. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. Минувшую пятницу во время сильных порывов ветра в третьем микрорайоне Десногорска на крышу магазина упало дерево. Эти кадры нам прислал телезритель, который стал очевидцем происшествия. В результате была повреждена система кондиционирования торгового центра. Для устранения последствий на место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. На время проведения работ для пешеходов и автотранспорта был перекрыт доступ на территорию. Дерево распилили и убрали с проезжей части. По словам начальника управления по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям Андрея Воронцова, пострадавших нет. В Смоленске сотрудники полиции присоединились к всероссийской акции «Завтра была война». В этом году траурное мероприятие прошло на мемориальном комплексе «Скорбящая мать» в Рядовском парке. Мемориал был воздвигнут в 1970 году на братской могиле. В ней захоронено более трёх тысяч смолян, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации города. Скульптура, склонившая голову матери, установлена на фоне мемориальной стены, на которой изображён момент казни. В траурной акции приняли участие руководство УМВД России по Смоленской области, около 150 сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников полиции, ветераны, члены общественного совета. 22 июня 1941 года. Наверное, в стране нашей нет такого человека, кто бы не знал, что значит эта страшная дата. Действительно, это дата начала Великой Отечественной войны, самой страшной войны в истории не только нашей многострадальной России, но и всего человечества. Сотрудники полиции выложили свечами дату начала Великой Отечественной войны и слово «помним», возложили цветы и свечи в лампадах и поставили вдоль стены мемориального комплекса 77 свечей. Именно столько лет прошло с начала самой страшной войны 20 века. 22 июня – особая дата в нашем календаре. Это день памяти всех погибших в Великой Отечественной войне, нашей скорби по её жертвам и благодарности за спасение Отечества, за жизнь на Земле. Десногорские дети не остались в стороне от этой памятной даты. Они подготовили концерт, посвящённый началу этой войны. Дети из лагеря Детского дома творчества совместно с вожатами и педагогами подготовили концерт под названием «День памяти, день скорби». На мероприятии присутствовал и почётный гость, участник войны в Афганистане, председатель Десногорского городского совета ветеранов войны и труда Игорь Журавлёв. Ровно 77 лет тому назад, вот именно в этот день, 4 утра, немцы перешли границу Южный Буг и напали на Советский Союз без предупреждения объявления войны. Это была очень страшная война, потому что в ней погибло 27 миллионов наших жителей. Причём армия только 9 миллионов, а остальные все были гражданские лица. И ваша самая главная задача – это сохранять память о наших солдатах, которые погибли, о ваших дедушках, бабушках и о тех солдатах, которые стояли наследственно здесь, на нашей Десне. Вот на нашем мемориале «Курган Славы» там захоронено 1200 солдат, которых поднимают наши поисковые отряды. На самом деле их погибло гораздо больше, сами понимаете. Это тех, кого мы только нашли. Это и есть память о том, кто сражался, что сделал и так далее. Вот вы поэтому, собственно говоря, и живы, сейчас живёте хорошо и отдыхаете в данный момент. Только потому, что наши прадеды и деды сложили голову на этих рубежах и защитили нашу Родину. Ребята показали театральные инсценировки, прочитали стихотворения о детях войны. В исполнении детского хора лагеря «Созвездие» прозвучали патриотические песни. Особенно зрителям понравилась песня «Солнечный круг». Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок в мальчишке. Нарисовал он на леске и потрясал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет слава, пусть всегда буду я. Давно закончилась война и выросли новые поколения, которые знают они лишь по фильмам, книгам и рассказам очевидцев. Но они также любят нашу великую Родину и имеют представление о тех далёких страшных событиях. В 4 часа утра напали немцы на нашу страну. Пропало много людей, детей, и мы должны о них помнить и защищать свою страну, чтобы такого больше не повторилось. Об этом не знаю, что началась Великая Честная война с 1941 года по 1945 год. В этой войне участвовал мой, мои дедушка и бабушка. Там погибло много людей, 27 миллионов. Мы должны помнить о памяти наших дедушек и бабушек. И чтобы не повторилось такой ужасной трагедии, человечество не должно забывать об этих безвинных жертвах. Мы все должны помнить, что в войне, которую развязывают взрослые, гибнуты дети. На Смоленской земле прижилось казачество. И, как говорят казаки, имеет древние корни. Только в Рословском районе есть 4 хутора. Соревнования Казарла – это показатель умения и сноровки владения оружием. Лозунг «Казачество за веру, честь и отечество» На Десногорском пляже в третий раз собрались казаки из Ярославля, Нижнего Новгорода, Орла, Тулы, Брянска, Рославля, Ельни и Десногорска. Открытие Казарлы началось службой протеерея Виталия. Он благословил казаков на удачное состязание. Поздравить казаков с праздником пришли исполняющие обязанности главы города Александр Новиков, депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, генеральный директор акционерного общества «Смоленская АЭС-сервис» Эдуард Синовоз. Казарла, прежде всего, это спортивное состязание. Увлечение – это действительно настоящий спорт. Показательные выступления сопровождались овациями зрителей и кличем «Люба». В этом замечательном празднике, который мы проводим второй год уже на территории нашего города, участвует много-много людей. Это, в первую очередь, само казачество, которому огромное спасибо за то, что они сорганизовались в нашем городе, что они развивают в нашем городе вот эту культуру, к этому подтаскивают наших детей. И помогает им не только администрация, помогает им Смоленская атомная станция, помогает им АО «Атомтранс» и многие-многие другие предприниматели предприятий нашего города. Спортивные состязания развернулись на территории пляжа. Казаки демонстрировали умение владеть шашкой в различных ситуациях. География казачества год от года расширяется. Десногорцы уверены, что в следующем году к нам приедет Владивосток. В этом году праздник выпускников школ «Алые паруса» в Петербурге в ночь с 23 на 24 июня собрал рекордное количество зрителей. Представители 31 региона России и шести стран мира собрались посмотреть на масштабное зрелище. Вечером в субботу после традиционного удара в рынду началась музыкальная шоу-программа, а после полуночи в акватории Невы масштабное мультимедийное шоу. Кульминацией праздника стало появление бригантины «Подалыми парусами» из одноименной повести Александра Грина. В этом году мероприятие отмечает полувековой юбилей. Ленинградские школьники впервые увидели на Неве корабль «Подалыми парусами» 27 июня 1968 года. Ну а в Десногорске первый выпускной бал прошел учеников второй школы, и, как обычно, вручение аттестатов вылилось во внешкольное мероприятие, выбор короля и королевы, а также встречу рассвета. Наша съемочная группа пережила эти эмоции вместе с выпускниками. Подробности в нашем репортаже. Школьный выпускной бал – праздник с ноткой грусти и волнения. Мальчишки в строгих костюмах, а девочки во всем великолепии вечерних платьев с тоской смотрят на учителей и родителей. Ведь это день расставания с любимыми учителями и одноклассниками. Любой ученик ждет его с нетерпением, так как дальше уже начинается другая жизнь – взрослая, самостоятельная. В этом году со второй школой попрощались 34 выпускника, среди них три золотых медалиста. Все они с успехом освоили программу общей средней школы и в торжественной обстановке получили аттестаты. Впереди их ждет поступление в вузы и большое плавание под названием «Взрослая жизнь». У каждого свои планы и желания, но все они сходятся в одном – образование должно быть обязательно. Я собираюсь, возможно, идти на таможен, но сейчас самое главное – это чтобы пришли результаты и они удовлетворили меня, чтобы я хотя бы что-то набрала и поступила туда, куда я хочу. Надеюсь, что буду заниматься тем, чем я хочу – востоковедением. Надеюсь, поступить в вуз, который я хочу. Планирую я поступать в Москву, в Московский энергетический институт, на факультет наноэлектрики, наноэлектроники. Ну, в будущем уж как получится. В идеале было бы, конечно, создать свою компанию какую-нибудь, где по производству всяких там наноизобретений и тому подобное. Но, в принципе, надо подходить к делу реально, поэтому как пойдет. На юриспреденцию, потому что меня больше всего интересуют права человека, их защита, особенно детей. Хочу отучиться, стать хорошим журналистом и попасть на первый канал. По традиции, вечер продолжился в кафе, где ребят поздравляли учителя и родители уже в более расслабленной обстановке. Конечно, каждые мама и папа в этот вечер испытывали небывалые чувства и эмоции. Радость, гордость, переживания, конечно, очень волнения большие, потому что впереди действительно очень такой тяжелый путь. Ну, хочется пожелать удачи. Я думаю, что со всем справимся. Они выбрали этот путь, и они должны следовать этому пути. А так, удачи во всем, во всех начинаниях, чтобы они осуществили все свои желания, то, что задумало, всего им самого наилучшего. Мы хотим пожелать вам вечности, жизни долгой, большой, без преград. Мы хотим пожелать вам нежности и любви, и любимых глаз, вечной, прекрасной молодости, мечты, убегающей вдаль, и побольше друзей, с которыми расставаться бывает жаль. В добрый путь наши детки. Классные мамы, скрывая слезы, радовались за своих воспитанников и с гордостью смотрели на каждого из них. Сейчас у меня такого не было. У меня был вот второй выпуск, был очень сложный. И я думала, ну когда же, ну когда же они уйдут? А когда они ушли, я пришла 1 сентября, а мне их не хватает. Я знаю, что я опять приду, и мне их будет не хватать. Я буду тосковать, грустить по ним. Но я желаю им всего самого наилучшего. Выпускной бал бывает только раз в жизни. Он особенный и неповторимый. И этот вечер для выпускников второй школы прошел ярко и феерично, потому что второго шанса попрощаться с детством у них уже не будет. Раз, два, три! Вет! Уху! Эх! Пятый вывод! Вторая школа! Вет! Нет! 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 Закончился вечер праздничным фейерверком. А затем, как делают все выпускники, вот уже много лет, будущие инженеры, врачи и журналисты отправились встречать рассвет. В Десногорске 26 июня будет тепло, правда, облачно с прояснениями. Днем плюс 24, ночью плюс 13. На сегодня новостей больше нет. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова